итак привет друзья мы с не продолжаем прохождению шерлока холмса и наше сегодня 11 серия поехали прогулка в лунном свете давно не выходила игр не было времени вернее не выходила серии по этой игре не было времени я нашел куда вы собираетесь пригласили нас пригласили да и куда же ужин как нибудь те уличные мальчики себе позволить я могу понять чем они у вас так привлекает холмс грязные не прорезают все у вас кошелек они вам понравится тайный ужин и его место вождение меняется каждый год представьте меня вот не у вас любите ладно мы тайная полиция с бейкер-стрит приглашаем вас шерлок холмс отрываться на ежегодный ужин меню закуска салат из замороженной крысиной головы это шутка вовсе нет малюм продолжайте ценное блюдо свиньевыми в стиле дэнни шелкунчика это звучит озрительный холмс гуляш из ежика личная репа в домашнем соку а вот и они я слышу их шаги на ступеньках но мы не поможем пойти туда это несъедобно ватсон выравнив чувство несчастных детей мы должны пойти о мистер холмс все в порядке миссис хатсон мистер холмс у бинс доктор ватсон готов будет рад присоединиться к нам но вы плохо выглядите мой друг что-нибудь случилось не говорите что ужин от меня мистер холмс это мой брат лейтон он в тюрьме они говорят что он убил двоих мы должны помочь нам мистер холмс я знаю он этого не сделал где он сейчас из-за того что я слышал его забрали в ярд и уже забыли в хорошую трёпку как они дают себе возьмут его а большую польшу нужно помочь и забыть о ужине я беру я буду ждать вас на мистер убит уже придете очень хорошо так и что хампут стрит у нас получается произошло новое убийство у нас и задание раскрути преступление холмс стрит осмотрите место преступлений поговорите за свидетелями на холмс стрит и допросите лейст это осмотрите силу вещи скотт ланд-ярд что же давайте сначала бы на холмс стрит отправимся на место преступления и там посмотрим может быть какие-то улики там есть или что-то еще другое какие-то следы так дедукции нас пока бесполезно да тут что-то бы никаких открытий нету ничего нету так что же мы находимся на улице я вижу здесь уже какие-то а это бутылка я думал нам следы подсвечиваются так нам двигаться нет не сюда значит а может этот проволок без это где произошло тело вот и собственное тело пожалуйста же длина отойдите о мистер холмс это вы добрый вечер констабель мэроу я был с инспектором оберлен джейджик прошителя мистер холмс назад 8 тогда мы не занимались чем в этот деле у нас есть убийца орудием виски показания которые говорят сами за себе разумеется мэроу вы знаете что у них бывает обманчиво так жертвы кто жертвы здесь двое застрелены тот толстяк брайан известный бандит 2 кэнт бэтлер профессии ювелир и свидетели вы говорили показаниях у вас есть свидетели ну я тоже надеюсь у меня есть свое заявление и было еще доставили которые показали что видели учителя чатна это мистер терна живущий квартиру наверху и полли полли цветочницы стоящий на другой стороне улиц как она могла ловитесь на слышать констабель мэроу я буду счастлив слышать ваши показания я стоял с северной стороны холмс стрит там откуда вы пришли вы бы не видели эту часть улицы пока стояли там это верно но я видел как две жертвы юмилины вошли до холмс стрит а затем почти сразу начался фейерверк несколько минут спустя чапан промучался мимо меня какого на холмс стрит продолжайте пожалуйста я не обратил внимания но внезапно слышал женский крик и полиция с другой стороны холмс стрит я просил туда и видел два трупа на земле когда я достиг уйти пелл стрит мне на глаза попался лейтен чапман поймана двумя констаблями вы слышали выстрелов я не слышал выстрелов все было фейерверк сел такой брухот что заглушал все остальное фейерверки в каком поводу справе фейервер констабль ну сегодня же день рождения королевы виктория мистер холмс о да я потерялся дням все же мои ну конечно наблюдение за холмс стрит что-нибудь еще пришло ваше внимание когда обижали на холмс стрит ничего кроме крыс окно мистера тёрнера вы не построили окно мистер тёрнера когда оказались на холмс стрит да я видел что окно открыто но никого за ним не было там не горел свет констабль я считаю ваши показания очень ценными что ж пойдем зададим парочку вопросов мистеру тёрнеру понятно так райн тёрнер еще один свидетель добрый вечер мистер тёрнер а я чувствую что концернами ровных волос мистером холмсом этот самый детектив я вас слышал и да я кое-что знаю вечере отлично открытие вашу историю блин не так давайте сначала смотрим персонажа медаль балаклава крымская война ветеран войны не хватает пуговиц бедняк нужна поддержка больная нога хромота портрет персонажа создан показания могли бы сообщить все что видели слышали я уже лег спать когда начался салют почти сразу слышал до выстрела за окном продолжайте я быстро стал сватил лампу со столика и кинулся к окне я посмотрел вниз и вижу там два тела там еще был человек пистолетом совсем близко где именно рядом с телом он вас заметил думаю он побежал в сторону ваще толстых без оглядки мистер тернер нет никого кроме того парня убийца которого схватили быстрее прозвучали один за другим да очень короткой паузы и не изучали по-разному мне показалось что второй выстрел был громче первого это интересное наблюдение мистер тернер что вы делали после того как подошли к окну я боялся что человек с пистолетом может вернуться и поэтому стоял у окна пока не пошел полицейский свой отчет я случился рассказал он все что увидел вы нам уже помогли мистер тернер так с ним то можно просто а здесь нет надо так еще цветочница должна быть здесь да да я вижу что у нас появились кое-какие догадки давайте мы еще опросим оли поел создадись из пол чего меня зовут широком я помогаю полиции расследование преступления прошедшего 6 вечером я уже ждал показания но хорошо могли все что видели слышали да 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 я продавался ты как и всегда потом начался салют честь королеву викторию очень красиво затем внезапно с хаффом выбежал парень с ним прямо передо мной у него пистолет похож на привидение к тому же весь в крови было темно и потом я закричал за всех сил и знал что полицейские должны дежурить у нее не было времени скрыться констебли схватили его затем подошел еще один констебли я слышал как он рассказал в ужасном убийстве миску вы слышали выстрелы не могу сказать знаете все эти фейерверки до убийства или во время нет никого даже несмотря на фиры я была очень внимательна потому что ищу клиентов благодарю вас мисс пол так ну принципе можно еще смотреть тело да давайте осмотрим на буллет или пополам в голову и не было шансов стенды chance ключ обычный ключ интересно от какой он гривень вот когда дарить альпинс сочек дерева совершишь между плитами нужно рассмотреть и это короче кусочек от какой-то трости да по-моему это деляшка отлована недавно и так и еще брайан вектор и тут он тот самый да главарь бандитов так рука и он пытался остановить течение рукой смерти главная лизна пуля пополам уже вот ужасно так татуировка тюрьмы вверхоти привел тонкой какое-то время брайан вирхоти очень страдал ужасная смерть все у нас по убийцам да так двое убитых темно окно общее заключение мнение тернера разные выстрелы вообще никаких да разные выстрелы ничего что мы имеем а мистер тернер наставил что стоял у окна до прибытия полиции однако это противоречит показания констабли мэра у которой не видел никакого никого у окна да и свет кстати он сказал что не горел так еще разные выстрелы все да у нас больше ничего не подходит пока так ну что я думаю нужно отправляться скотланд-ярд и допросить подозреваемого мы приехали мистер холмс что приводит меня заинтересовало его арестовали этим вечером винили в двойном убийстве прошу прощения для полиции это дело предельно ясно и девайсера вида новые факты кто знает инспектор слушайте вы можете расследовать сколько вздумается мистер холмс чапан арестовали с револьвером в руках он комнате с уликами подозреваемым в камере кто-нибудь еще не вы нашли несколько личных вещей ничего ценного мистер холмс спасибо лейстер так мы с вами в принципе поговорили да у нас отправимся посмотрим улики нет здесь не то вот здесь у нас находится улики которые были при нем поймали полиции трейлер выявлен надежное оружие и барабан похоже что патрон не вытащили с барабана так сейчас окажется какой-то именной наверно нет 2 из 6 патронов пусты было сделано два выстрела дешевые часы несомненно куплено отсутственное средство дешевого табака ничего интересного а яблоко мы даже не посмотрели так на этих пробуем сделать выводу револьвер двое убитых так кэннет батлер и бран дектора и жертвы двойного убийства совершенного одним человеком так показания стиль и орудия убийства указывает то что виновник лейтен чапман бесспорные улики у нас итак тёрнеру выстрелы показались разные потому что их было три сначала прозвучало одиночных затем два одновременно тёрнеру выстрел показались разные потому что их сделали из разных частей альфмон стрит а выпущено было две пули так ладно попробуем ничего не украл твое убитых пока все да можем пока допросить подозреваемого так все равно у нас загорается что-то еще яблоко не осмотрели еще по камеру нас находится здесь да это кабинет это морг пожалуйста заправите это подозреваемый для допроса добрый вечер мистер чапман кто вы ничего сказать это какая-то ошибка успокойтесь лейтен я пришел чтобы помочь чтобы доказать вашу невиновность которую ваш младший брат уйгинс рассказал мне мой брат вы его знаете то есть вы шерлок холмс он глупец хорошо мистер холмс расскажу вам все так сначала шрам какой-то у него и синяк глубокий шрам вызывается драки вырос на улице клэрк изящный деловой костюм татуировка сидел в тюрьме совершил преступление давние синяки сопротивлялся импульсивен прекрасно расскажите вашу версию случившись я закончил работу и поспешил увидеть фейерверк в отчапле было поздно поэтому решил срезать пол холмс-стрит ее как первая скучка озарила небо я наткнулся на полицейского на улице и завернул на холмс-стрит затем внезапно по скучке всегда видел к двух человек лежащих прямо на улице и остановился я подумал назад вызвать полицию но в этот момент заметил третий человек он склонился над тем телом что лежало далеко от меня уже секунду он поднял голову и пострелил на меня во вследствие света я видел его пистолет но он сделал рывок и побежал в сторону отчапол-стрит у вас было время вернуться за констаблем я запаниковал не знал что делать тогда я склонился над телами проверить может они еще живы я видел как у одного из них кровь втекала из живота он умирал это было ужасно кровь был уже мертв лежал здоровье в голове у него была в руке пистолет я забрал его и пошел за третьим человеком интересно умоляю продолжаете я завернул за угол увидел человека посреди улицы он вроде паниковал затем мистер холмс произошло нечто странное я рассказал полиции но они спрятались но я клянусь что говорю правду я побежал к нему но затем у меня вслепила вспышка света настолько ярко что я ничего не видел секунд десять я продолжал бежать когда я выбрался на учебе я услышал крик женщины затем меня схватила полиция нигде не было ни следа того человека конечно не нашли пистолет и всю эту кровь я не выжил и протестился без этой суете возможно я был еще наполовину слюблен в тот момент впечатляющий рассказ мой юный друг Лейтон вы можете писать человека которого видели на Халфон стрит я не смог раз видеть его лицо было очень темно он стоял далеко я видел его силуэт и каким он был еще особенно на нем был пиджак средний рост средний вес понятно что нибудь еще привлекло ваше внимание нет но возможно это странно но я слышал звук я не слышал звука шагов когда он пробежал возможно из-за грохота в фейерверках или из-за того что я слишком удивился Лейтон откровенно говоря я задаче зачем такому молодому человеку как выбрать представитель трупа и преследовать возможного убийцу знаю самому странному что на тот момент я действовал по найти преступник должен быть арестован и он вооружен вы рисковали жизнью это слегка глупо если только вы не хотели отомстить я просто был храбрым и глупым так у вас одинаковые татуировки так 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 кусок узники да 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 уверен что так но я полагаю вы познали одну из жертв Брайана Веркотти вы хорошо его знали не так ли как как вы об этом знали у вас есть татуировка тюрьмы вести глина на руке я видел точно такую же татуировку у мистера Веркотти вы знали его когда в прошлом сидели в тюрьме я прав мистер Чапман о боже вы правы мистер Холмс расскажите мне о Брайане Веркотти нас посадили за грабеж впервые в тюрьме прикрепились к одному из братств мы старались помогать друг другу отбывая срок вы были очень молоды тогда да мистер Холмс это так мы всего лишь украли фунт мяса после освобождения когда я видел что стало с моим младшим братом я решил учить честную жизнь А Веркотти у него были трудные времена его сестра умерла у него че гвинцевая чайпала пока он сидел в тюрьме у него не осталось никого наши пути разошлись он вернулся в криминал и вы его потеряли да я около двух лет ничего о нем не слышу о нем не слышу о скорой несси молодой человек так еще у нас получается старое знакомство двое убитых общее жертв жестокое убийство на Холмфон стрит было совершено Уайтоном Чапаном по мотивам личной вражды в чьем человек описанной его для начала по поводу его воображения созданно чтобы управлять себя да ну нет Нет. Не, ну а в принципе, что у меня осталось расследовать? Камушек. Может мне нужно отправиться к себе? Так. Возможно, Кеннон Батлер и Брайтон Веркотти выстрелили друг друга. Смотрите их тела и представьте так, как это было. Ага. Так, нам нужно еще отправиться и посмотреть из квартиры Тернера, как бы это все выглядело. А мы сразу уже хотим засадить парня молодого. Так, 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 так. Нет, не сюда, вот сюда, да. Отправляемся, посмотрим там, какой вид из окна, как вы можете видеть вообще все это. Что за загрузку? А. Что ты здесь делаешь, парень? Чего ждешь? Жду, когда сойдет моего брата. Твоего брата. Того, что вы поймали, избили и посадили. А. Убийца. Он никого не убивал. Копа. Языком парень, этот праздческий забратов. cioè. Будь чёрного брата вашего. Так, ну. Тела мы осмотрели нас нам предлагают так. Так, так, так. Так. Два стрелка. А что больше никого не до, выбор стрелка? все двое пока нас что там выше ничего не вижу нужно найти что-то и прицепить лампу а что найти то требуется предмет то есть нам нужно подсветить если короче там есть следы от пули значит стрелял под 1 сначала мимо потом живут до ясно короче ничего здесь нет что же пойдем в квартиру сходим уже там предмет мистер тернер вы на статье что стереотно после убийства верно пока не пришел полететь так противоречие тернера очень интересный мистер тернер он стал мир озарил что никого не делал на когда вы приезжали пахал фон стрит думаю конституруем у нас слегка дезонтировали свисты крики с улицы может мы с ними разминулись понимаете было немного нервно позвольте мне саму делать выводы мистер тернер вы мне покажете что именно видели с вашего окна конечно мистер холм следующий за мной ну да передвигаешься ты конечно очень скромный да и передвигается он слишком долго для того чтобы быстро скачать только ему понадобится времени до окна так вот что иди мистер тернер открыв окно тело кенвэ Баттлера а это труп Брайана Веркотти мистер тернер был отличный вид на место выступления трупа и лодится на Чапман рядом с ними ну и что ну отличный вид так кухонный стол то здесь хотим увидеть кухонный нож довольно острый вот здесь изрезанная бумага на столе остались кусочки мелко нарезанной бумаги кухонный нож используется чтобы порезать бумагу так для чего он мог резать бумагу так и камин пламя гаснет его закрыть час назад бумагой бумага практически сгорела я не смогу прочитать текст написано неразборчиво бумаги бросили в огонь совсем недавно мистер тернер стал с постели услышав выстрелы все мы осмотрели гоники на этой полке стоят в беспорядке словно мистер тернер пытался найти что-то в спешке совсем недавно трость отлично подошло итак мистер тернер сломал трость когда она застряла между плитами он не горел что подходил к жертвам так что же я думаю мы здесь все осмотрели больше ничего осмотреть можно задать пару вопросов мистер тернеру а слушай мне бы этот какой-нибудь предмет для того чтобы повесить лампу ну что ж ладно уходим тогда а вот он бакур да еще билл сложно пригодится ну ну есть там что есть это определенно след пули трещина на кирпиче совсем свежая ватсон ватсон на этой улице был и третий выстрел заявление латына чапана об одетом в пиджак человеке сбежавший с места пристреления правдоподобно три выстрела доказывает наличие второго пистолета и не обнаружено до сих пор ганат батлер и брайт в виркоте погибли при перегресной стрельбе обоих были пистолеты и Один из них исчез. Канутый боеварк. Бой жертвы двойного убийства, совершенного одним человеком. Нет? Ну, стоп. Отверстие есть. Они друг к другу стреляли. Да? Констабельный Роу, мне необходима ваша помощь в расследовании. С удовольствием, мистер Холмс. Я хочу убедиться, что на холмпе стрит не до закоулков, где можно было скрыться с от вас и вашей лампой. Понятно, мистер Холмс, что мне делать? Возьмите лампу и едите так же, как вы. Да-то, поставите снять именем. Понятно. Я очень хорошо вижу, мистер Холмс. Попробуем еще раз, я выберу другое место. А вот и вы, мистер Холмс. Все, брат, я выберу еще раз, я выберу другое место. Ничего, пока я его не найду, что ли, так будем смотреть. Теперь понятно, что никто не смог связаться от лампы. Констаблим Мороу. Там блин, и что теперь? Все углы на виду, показания Лейтона. Если мы примем, что на Хамфу-Стрит в момент убийства был еще один человек, то он был бы ударить только вверх по стене. Смоделируем его действия, устроим похожую вспышку и скрапкаемся по стене. Как нам смоделировать все это? Так. Встал с кровати, взял трость. Стоп. Подожди. Врезал бумагу. Потом бросил. Стоп. Кровати. Пошел открыть окно. Подошел к трупу. Поставил сломанную трость. Все. Неправильно, да? А если так? Встал с кровати. Увидел. Взял окно. Подошел к трупу. Поставил сломанную трость. Нарезал бумаги. Поджег камин. Неправильно, да? Он встал с кровати. Стоп. Начал резать. Увидел окно. Подошел к трупу. Нет. Открыл окно. Увидел. А. Неправильно. Увидел. Неправильно, да? а за серию посмотрите подожди так стал подошел к окну увидим нарезал поставил в трость смотреть серию вот он стал ему нужно очень долго идти туда открыл увидел да пошел туда перемотаем дошел увидел застряла у него да трость застряла сломал кусочек пошел обратно он что-то забрал у него он сразу же это нарезал сжег и поставил нет это было не так или стоп с тростью он выходил давайте встал подошел сюда сюда потом поставил трость нарезал бумагу и это давайте так так только сейчас на перемотке все это сделаем подошел поставил трость нарезал бумаги и жжу все верно диссертером использовал книгу чтобы спрятать то что он нашел на теле он кинуть и баттера вопрос том что им вот так вот жирные отпечатки я вижу отпечатки жирных пальцев на обложке этой книги заглянуть какая находка прекрасное жрелья внутри книги браслет с соображением голов сейчас сейчас на деревне речи стиле вероятная эпоха эллинизма ну вот так зададим пару вопросов народа мистер райану тернеру мистер тернер как могло произойти что человек вашего возраста смог добежать от кровати до окна за секунды если вспомнить ваши слова я еще способен двигаться очень быстро когда нужно мистер холмс мистер а так хромота на очень в этом сомневаюсь мистер тернер я заметил что вы кромаете из-за ранее правой ноги дюйти о инжид райт лэй и дурактенгин был вам бы понадобилось как минимум 10 секунд чтобы добраться до окна это время вы пропустили бы что-то или кого-то это бы мог сцена хаусмунд стрит вы правы мистер холмс ноги пропустить но это все так быстро время заиграет с вами злую шутку а как быть с остальным вашим рассказами очень важно чтобы вы рассказали всю правду мистер холмс уверяю вас что остальное все правда старинный браслет да мистер тернер вы не были честно со мной не тогда не сейчас мистер холмс это вещь мистер тернер не могла оказаться у бедного человека она стоит больше чем весь ваш дом я могу объяснить лучше поправьте меня если я ошибаюсь вы увидели леди начатная через окно но вы также заметили блестящий предмет прекрасное украшение мы спустились и взяли браслет с тела камента батлера а когда услышали свистки поспешили обратно из-за этого сломали трость она застряла между плитами константливый рау не смогу видеть вас в окне потому что вы поднимались по ступенькам в квартиру вернувшись домой вы спрятали украшение в книгу мистер холмс пожалуйста не отправляйте меня в тюрьму я не сделал ничего плохого я бедный человек когда я видел браслет я подумал что это возможно получить немного денег я был в отчаянии я только взял браслет и все клянусь вы совершили ошибку пытаясь лгать не но все-таки вы не преступник однако я должен вернуть этот браслет законному владельцу так выяснить происхождение браслета так узнать и больше старинном браслете том как он мог так найти ракетницу для имитации фейерверка снаряжение чтобы вы заработать на стену кать в архиве что же поехали на бейкер стрит пороемся в архиве что-нибудь нужно узнать о ней эпоха ленин как там эллинизм ленин так вещь била искать в архиве старинный золотой браслет на 1 квартира тернера украшены головами овнов что он говорил по этому поводу ладно кать в архиве браслет пойдем поищем так это должно быть старинное искусство вот она это прекрасно старинное украшение является частью коллекции сокровища эллинизма 5 голов овнов изображены на браслете жерель и кольца каждая выполнена из чистого золота пять овнов метилена были похищены из музея в 1885 году вот так то необходимо продолжить свой поиск в архиве прочитать статью о древностях один из тех чего часть набора драгоценностей относящих коллекции сокровища эллинизма они были похищены в 1000 музея 1885 году ну нет музей циклопедия история грецарь нет я думаю нужно не циклопедия газета 1885 год так грабеж сокровища эллинизма украден вот вчера вечером во время привозки с британского музея на выставку избирательного искусства в глаз фурции были похищены сокровища эллинизма владелец ломбарда кент бэтлер и бэтлер связался с полицией сказала джентль и пошли то ли менее попытавшимся продать ему коллекцию старинных вещей принес все но и ввел ломбард на черт-стрит полиция вскоре задержала подходящего под описание мужчину им оказался профессиональный грабитель винсет фолли как раз предпринявший попытку сбежать из лондона через порт его опоздал выживший водитель кэба в котором перевозили сокровища эллинизма винсет фолли отказался сообщить а где именно вот это украдена эндрико ценности он назначил тюремный срок украдены сокровища до сих пор не обнаружены вот так то одна из жертв кент бэтлер чувствовал в истории с похищением сокровища эллинизма нужно найти его зайти в его ломбард ломбард поехали а что нас тут еще пропавшие предметы а а где ломбард не здесь здесь да не зайти нам здесь заперта но не стану взламывать ее за мной стоят люди ключ мистера батлер отлично подходит так здесь так полки альпийские снаряжение что нужно чтобы забраться на стену еще что-то на полк ракетница вот что ему чтобы имитировать вспышку от фейерверка альпийские снаряжение голову овнов это жили за коллекции 5 овнов метеллины любопытно это означает что у кент и батлера до сих пор есть часть этой коллекции спустя десять лет письмо здорово кэнет помнится ты как-то сказал мне трех украшений золотые с головами овнов из древней греции они еще у тебя у меня хорошую новость я нашел человека с деньгами который сходит с ума по таким шутка штуком он готов втолить небольшое состояние я могу устроить тебе встречу с этим денежным мешком но ты поделишься заработком буду ждать тебя на углу большой аллеи у хамфорд-стрит в воскресенье вечером до начала салюта брайан виркотти обретение исчезнувших сокровища эллинизма могло стать мотивом убийства совершенно на халфом стоит мистер терна разобрал браслет сразу после поступки но кольцо до сих пор не найди на жестоко убийства хамфорд-стритс было совершено ладином чемпанам давай так мы здесь все до завершили можно уходить что по заданиям осталось поговорить с констаблями боровы попытаются имитировать вспышку фейерверка проверить можно ли сбежать забравшись по стене ну что же отправляемся тогда на халф стрит у нас уже расцветает скоро утро нужно делать завершать уже почему на меня посмотрите ты гляд за тобой парень я никогда не знаешь чего таких ждать таких до уличных бродяг и воров я не вор разве то что на тебе очень сомневаюсь что ты куда-то купил а верим от штаты и болтит у ой зиме попался это не кран консерву мара оставлю в вашу помощь для еще одного элемента лучше 8 холмс я хочу узнать можно ли доверять слава лейтона муглик поставить целый тысяч этот момент но холмс я не понимаю как я собираюсь сыграть роль таистового джентльмена лейтоном я встану там где он видел его перед вспышкой света вы будете лейтоном когда ракета начнете гнаться за мной понял холмс сомневаюсь что поле поле пауэлл в скринь да не я начнем поймать так как и что выбрать то это часть не падать тень на ней трудно кого-то разглядеть и не ван с кейлин это где и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 посмотрите вверх я использовал кошки ведоруб однако человек который пошел среди этих приспособлений констабель, есть ли способ сопоединиться на это здание? да, мистер Холмс, я покажу вам, дверь входит на Whitechapel Street джентльмен, я спускаюсь соимитировать совет, поделиться способом побегал так, открыть дверь посмотреть чердак это осколки стекла с верхнего окна алина, сколько толпы черных нитей, они очень крепкие нужно посмотреть под микроскопом кто-то ломил сочетку на чердак, на спешке оставил пиджак но в его хейсте, он укропил его жакет мы можем сделать вывод, что виден ли это нам человек с прорабочкой стены ломился через окна чердак и выигрался через люк а люк куда вел? все? ну давай а 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 здесь что? а нет нет так нужно отправляется короче на бейкер-стрит и заглянуть на эти нити под микроскопом чё там ничего больше так пройдем сюда изучить черные нити посмотрим поближе так фокус это не нить волос очень сомневаюсь что человеческий нужно строить и западе целоса человека и лошади по маске вышли делать из конских волос 20 вы можете мне ваш помазок вот пожалуйста вот смотрите что там за окном где ничего не вижу а уж хан так шуметь всего лишь высок и что разница колоссальная человеческий воздух это тоньше черного образца конский волос тоньше чем найденный волос и так черный волос это животное которое больше лошади волос больше экзотического животного человек сбежали с места преступления на халфа стрит мог быть цирковым акробатом он вырвался забраться по 30-футовой стене за секунду на его пиджаке на живого защища человек объяснен видом даже плоды его брожения нет давай вот у нас уже что-то имеется а человек значит замечено только лейтоном чапана сбежал с места преступления скрапываешься по стене на милых работ у него был пистолет от одной из жертв так кто-то еще нужно посмотреть так попросите у генса на помощи в поисках цирка вы выгинс нас вот здесь даньки то вот и близится расследование к концу где выгинс там выгинс что-то сделаешь собирайся фига побыстрее сделан ничего плохого лучше выучились мистер холлс он точно знаешь что делал не то что вы за своим языком так выйдет спадем с тобой поговорим но ничего давай мистера мистер холмс хорошую новость для вас логинс расследование интересные факты я знал это мистер холмс но сейчас вы единственно нужно вашу все что захотите мне нужно чтобы в нашей церкви в крестностях лондона не должно быть как минимум в одно экзотическое животное очень большое может у меня рассчитывать мистер холмс следующим утром очень рано здесь у тех ребят не будет проблем холмс не беспокойтесь вас имеют у новостей через семь секунд не только мы нашли это он это маленький диски слон зашел братья дюваль известный странствующий цирк становишься в лондоне думаю цирк который нужен туда визит ну чтож отправляемся в цирк ай ты а ну стой доброе утро с вами прошу прощения но почему я не могу поглядятся здесь для частной территории всего лишь хотел встретиться с артистами ты хочешь наняться на нет ты не похож на того кого мы ищем на злощих рыбых замков вы бы удивились что нет не думаю проваливай так попросите у генса найти цирк выполнено так ну что друзья время подходит концу наша серия заканчивается он меня короче не пускает так вот все наш подходит концу ставьте лайки подписывайтесь всем пока а